Не шагу назад, только вперед. Почти девиз новой системы капитального ремонта жилых домов России. Первые результаты уже видны. В этом году по всей стране планируется отремонтировать порядка 30 тысяч многоквартирных домов. 5 тысяч уже сданы. В приоритетах качество работ. Причем учитывается не только ремонт, но и повышение энергоэффективности, модернизации жилья. Разрабатывать дальнейшие стратегии и пути развития уже традиционно представители региональных операторов капремонта съезжаются в Самару. В этом году на форуме участники из всех 85 регионов, в том числе Севастополя и Крыма, для которых новая система капремонта еще впереди. Единственным самым наглядным примером является отремонтированный дом. Вот есть главное доказательство, после чего люди верят в то, что они вкладывают деньги в себя, в свое жилье, в свою недвижимость. Самарская область является успешным примером запуска региональной системы капитального ремонта. Наглядный пример отремонтированного жилья вселил в жителей уверенность в результате. Собираемость платежей за капремонт в Самарском регионе 62%. К концу года, по прогнозам, эта цифра достигнет 85%. За первый год в регионе отремонтируют около тысячи домов. Затем ежегодной нормой станет миллион квадратных метров отремонтированного жилья. Профессионально, грамотно, организуя эту работу, мы можем добиться очень важного для людей, для страны результата. Смотрим и привлекаем общественности активно к тому, чтобы контролировалась работа подрядчиков, которые делают ремонт. Мы сами смотрим на уровне правительства и в том числе губернатор, как идут ремонты, какого качества, что за сметы. Постепенно ликвидируются и пробелы в законодательстве. В июне Госдума приняла закон, который регламентирует трехлетний срок, когда должны быть определены виды работ по каждому дому. Устанавливает обязательную гарантию на работу после капремонта. Делегатов съезда в Самаре ждут два дня продуктивной работы. В частности, предстоит обсудить инициативу Федерального министерства строительства и ЖКХ. Предлагается освободить от уплаты взносов на капремонт пенсионеров, у которых нет наследников. За них платить будет муниципалитет. Если идею поддержат, осенью министерство внесет законопроект на рассмотрение Государственной Думы. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.